Всем привет! На этом уроке мы с вами научимся определять размер рабочей области, который напрямую связан с размером пиалет, с размером дизайна, загружать рисунок в программу для того, чтобы на основе этого рисунка создавать вышивку. Мы научимся создавать объекты с помощью инструментов, изменять форму этих объектов, размножать объекты по кругу, выставлять порядок вышивания с помощью копирования ставки и так далее. Вам этого хватит, чтобы долгое время отрабатывать, учиться, пока я не сделаю продолжение этого урока. Итак, определение размера рабочей области. Для этого зайдите в меню, дизайн, свойства дизайна, размер пиалет. В данном случае я выбрала 150 на 150. И нажмите ОК. Теперь необходимо загрузить рисунок. Выбираем наш рисунок. Если вы пришли не из заметки, а нашли наш урок на YouTube, то поищите его на сайте Бройдере. Я его приложила к заметке, и вы сможете скачать это изображение для работы. Если рисунок превышает размер пялец, то прижмите клавишу Shift на клавиатуре и потяните за один из угловых маркеров. Обратите внимание, изображение симметрично уменьшается или увеличивается. Меняет размер симметрично. Теперь рисунок соответствует рабочему полю. Чтобы вам удобнее было работать, слегка уменьшите контрастность этого изображения. Итак, рисунок загружен. Те, кто читает этот урок, помнят, что первое, что мы сделали, составили план. И вот на основании этого плана приступаю к созданию дизайна. Первыми, в моем представлении, первыми объектами это будет зеленый объект, вот этот каплевидный, каплевидной формы, и объект пурпурного цвета. Все остальные объекты визуально располагаются как бы сверху. Потом идут желтые, синие, опять пурпурный с голубым, зеленый и так далее. Дальше уже решим, что мы будем делать. Создание первого объекта не вызывает у вас никаких проблем. Зайдите в меню «Инструменты», выберите вот такой объект каплевидной формы. Убедитесь, что строчка по крайней вышивается. Установлена статиновая строчка, цвет зеленый. И создайте объект. Так, выделите его. Поставьте посередине. Чтобы симметрично менять, прижимайте клавишу «Shift». Зайдите в режим выбора точек, выберите две точки. И переместите их чуть выше. Угол наклона стежковой заливки установите 360 градусов. Перейдите в определение начала и конца вышивания объекта. И убедитесь, что точка начала R1 и точка конца вышивания объекта R2 находятся в самом низу объекта в одной точке. Также выделите объект и в свойствах объекта убедитесь, что у вас стоит предварительная прострочка средней плотности. И установите компенсацию стягивания на 0,2. Для создания следующего объекта мы воспользуемся инструментом Manual Punch. Я не помню, как это в русском. К сожалению, не могу поставить русскую версию программы почему-то. В общем, вы, если увидите этот инструмент, смело его выбирайте. Прямой блок. И с помощью него мы создадим объект. Можно переключаться между двумя инструментами. Мне так удобнее. Мы лучше сперва создадим объект, а потом его отредактируем. Много точек создавать не надо. Нажмите Enter для завершения создания объекта. Выделите его. Измените цвет. Это можно делать на любом этапе создания объекта. И убедитесь, что строчка у него стоит сатиновая. Выставлена предварительная прострочка. И установлена компенсация стягивания 0,2. Следующее, что нам необходимо сделать, зайдите в режим редактирования. И здесь нам помогут направляющие. Чтобы вызвать направляющие, достаточно навести курсор мыши на линейку и кликнуть левой клавишей. Появится новая направляющая. Направляющая позволит нам обеспечить создание ровного симметричного объекта. Так, отлично. Отлично. Всякий. Теперь давайте изменим форму, свойства точек. Выделите точку. Нажмите правую клавишу мыши и установите кривая. Точно так же переведите в кривую симметричную с ней точку. Кривая. Кривая. Эту точку тоже переведите в кривую. Также в кривую переведем эту точку и эту точку. И последним штрихом будет изменение кривой на вот этих двух точек. Вам достаточно просто изменить положение рычага. С помощью рычага, точнее, изменить форму этой кривой. Вот такой у нас получился объект. Он лежит на зеленом объекте и слегка на него заходит. Это делается для того, буквально там миллиметры, да, это делается для того, чтобы при вышивке у вас не было расстояния между объектами. Переходим в режим редактирования точек начала и конца вышивания объектов. Точку начала мы выставляем сюда. Точку конца Итак, проверяем. У этого объекта точка начала и конца вышивания находится в одном месте, а у объекта пурпурного цвета точка начала вышивания находится слева. А точка конца вышивания справа. Ну вот, самую сложную работу мы сделали. Давайте еще немного уменьшим яркость изображения, чтобы она нам не мешала во время работы. Выйдем из режима редактирования. И следующее, что нам необходимо это создать копию данного объекта. Мы не будем, как вы понимаете, отрисовывать заново, а просто создадим копию. Почему я сделала два объекта? Мы сейчас с вами размножим два по два объекта, а потом поменяем порядок вышивания. Иначе, если мы будем размножать сперва зеленые, потом пурпурные объекты, у нас велика вероятность, что они у нас где-то сместятся. Итак, выделяем два объекта. Нажимаем комбинацию клави. Ой, группируем их. Ctrl-G или заходите в меню. У программы по и-дизайну есть размножение с помощью объектов. Да, по кругу с помощью Circle Copy. Размножение по кругу. Ну, мне не очень нравится, как он работает. И с ним больше мороки, поэтому мы воспользуемся вот таким вариантом. Нажмите отображение по горизонтали и создайте копию. Нажмите комбинацию Ctrl-A, если у вас объекты не выделены. Ctrl-C копировать и Ctrl-V ставить. У вас появилась копия. Не снимая выделения, прижмите клавишу Shift и поверните скопированные объекты по кругу. Снова нажмите комбинацию клавиш Ctrl-C копировать, Ctrl-V вставить. Не снимая выделения с объектов, поверните объекты по кругу. Снова Ctrl-C копировать, Ctrl-V вставить. И снова повторяем это же действие. Вот и все. Наши объекты готовы. Единственное, что у нас осталось, это вот такая жуткая неупорядоченность. То есть объекты будут вышиваться как бы как хотят и очень много смен цвета нити. Нам теперь нужно сделать так, чтобы сперва вышились зеленые объекты, а затем пурпурные. Сделаем это просто. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A выделить все. Кликните правой клавишей мыши и нажмите разгруппировать. Теперь делать мы будем следующее. Выделите первый зеленый объект и нажмите комбинацию клавиш Ctrl-X вырезать, Ctrl-V вставить. Это действие проделайте со всеми объектами. Ctrl-X Ctrl-V Ctrl-X вырезать Ctrl-V вставить Ctrl-X вырезать Ctrl-V вставить. Обратите внимание Ctrl-X вырезать Ctrl-V вставить и Ctrl-X вырезать Ctrl-V вставить. Обратите внимание порядок вышивания объектов изменился. Все зеленые объекты вышиваются один за другим. Теперь то же самое проделаем с пурпурными объектами, с объектами пурпурного цвета. Ctrl-X, Ctrl-V, Ctrl-X, Ctrl-V, Ctrl-X, Ctrl-V и так до конца. Нет, вот так надо сделать до конца, Ctrl-X, Ctrl-V и Ctrl-X, Ctrl-V. Теперь проверяем порядок вышивания наших объектов. По-моему, идеально. Если будут вопросы, задавайте.